Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Ефремов, я кей-инженер, тестировщик, живу, работаю в Калифорне, а также преподаю нашим курсом кей-мену, кей-автомейшн инженер, ссылка в описании. И мы на нашем онлайн-курсе учим на тестировщиков, на мэ-автоматических, на мануальных, записывайтесь онлайн, никуда здесь не надо, и учитесь с мужем и женой за одну цену. И сегодня мы поговорим о рынке тестировщиков, рынке труда тестировщиков, рынке кей. Мы посмотрим, какие рабочие места есть на рынке, сколько их появилось за последнюю неделю. Мы рассмотрим тенденции рынка. Посмотрим рынки Америки, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Окей, поехали. И как всегда мы обратимся к сайту LinkedIn, на котором мы проведем наши исследования. На сегодняшний день на сайте LinkedIn есть 221 529 открытых вакансий для тестировщиков. И такого результата я не помню давно. Это огромные цифры, ребят. Если сравнить, что творилось, допустим, пару месяцев назад, на рынке было порядка 118 тысяч открытых вакансий. Сейчас на 100 тысяч больше. Прошло буквально пару месяцев. То есть рынок растет огромными темпами. Если посмотреть, сколько было опубликовано за последнюю неделю, смотрите, более 51 тысячи новых вакансий было опубликовано только за одну неделю. Средняя зарплата для тестировщиков Америки составляет более 100 тысяч долларов в год. Это огромные цифры. И вы можете с мужем, женой вместе работать в этой индустрии, отучившись на таком курсе, как у нас, и зарабатывать очень хорошие деньги. Если посмотреть на сайт Jubal, там более полумиллиона открытых вакансий. 547 тысяч 830 открытых вакансий для тестировщиков США. Еще раз повторю, средняя зарплата более 100 тысяч долларов в год. Более полумиллиона открытых вакансий. Вы когда-нибудь такое видели? Вы когда-нибудь видели вообще такие зарплаты в индустрии, в любой, да? И вот такое количество открытых вакансий. Это потрясающе. Если посмотреть, сколько из этих 221 тысячи работы на фуллтайм, 193 тысячи открытых вакансий на фуллтайм. Фуллтайм, ребят, это полностью хорошая зарплата, это бенефиты, это хорошее подвижение по карьерной лестнице, это невременные контракты. Вы постоянно будете работать в компании. Очень хорошая возможность расти и развиваться в этой индустрии. Если посмотреть на experience level, то на internship сегодня требуется 2500 человек. Неделю назад это было 1656. То есть рынок вырос на 900 вакансий, представляете? Internship может быть платный, может быть бесплатный, смотря в какую компанию попадете и какие у вас условия там будут. Но в принципе это хорошая возможность присоединиться в компании к реальному проекту и начать работать где-то даже уже за деньги. Если вы хорошо себя зарекомендуете, то вас оставят уже на фуллтайм, и вы будете получать полностью хорошую зарплату полную, и будете расти в индустрии тестирования. Если посмотреть на entry level. На entry level у нас открыто 81814 вакансий. И это на 1500 вакансий больше, чем неделю назад. Ребят, entry level это те тестировщики, которые только что заканчивают курсы, такие как у нас, к примеру. Вы уходите на рынок, вы считаетесь entry level. Также associate. Если мы возьмем associate, это тоже начинающие специалисты. Еще 65 тысяч открытых вакансий. 65 767 вакансий. Если вместе взять, почти 150 тысяч открытых вакансий. 148 761 вакансия. Вот почти 150 тысяч открытых вакансий для начинающих тестировщиков. То есть это для вас, для тех, кто заканчивает курсы. Вам не нужно 150 тысяч. Достаточно 1, 2, 3 вакансий. Для того, чтобы вы вам сделали джоп-оффер, и вы уже пошли на работу. Но 150 тысяч это огромные цифры. И это только в Америке. Теперь давайте посмотрим, а сколько же из этих 221 тысячи вакансий имеют менее 10 аппликантов на одну вакансию. Смотрите, почти 195 тысяч. То есть подавляющее большинство вакансий, очень мало людей туда оплавится. Меньше 10 аппликантов. Вот смотрите, в Microsoft 4 аппликанта. Здесь, в Apple, 0 аппликантов. 3 недели назад. Вот здесь, Software Test Lead Zillow. 5 аппликантов. ServiceNow. Большая компания. Очень хорошо растет. В Санта-Кларе 3 аппликанта всего. Workday. Атланта-Джорджия. 2 аппликанта. Western Digital. Вы знаете, да? Они делают винты. Western Digital. Kelly Service. Огромная компания. 0 аппликантов. 4 недели назад. Bank of America. В Salt Lake City. 0 аппликантов за 2 недели. Вот даже какая-то траковая компания нанимает себе Software Quality Assurance Engineer. 0 аппликантов за 6 дней. Теперь давайте посмотрим, а сколько же у нас открытых вакансий с зарплатой более 200 тысяч долларов в год. А такие зарплаты тоже есть в индустрии. 520 открытых вакансий сейчас на рынке с зарплатой более 200 тысяч долларов в год. Представляете, если вы вместе муж и жена работаете, вы зарабатываете почти полмиллиона долларов в год на двоих. Теперь давайте посмотрим на Easy Apply. Easy Apply – это такая функция в LinkedIn, которая позволяет вам апплиться с помощью одной кнопки. Вы нажимаете на Easy Apply, и вся информация из вашего профиля моментально уходит в кампании. Вам просто нужно подтвердить, что вы хотите апплиться на эту вакансию. Очень хорошая возможность быстро апплиться на вакансии. Почти 20 тысяч открытых вакансий сейчас есть для функции Easy Apply. Вы можете очень быстро апплиться на много работ. А так как многие работы сейчас ремонт, то вы можете работать в любом штате. Давайте посмотрим, сколько же из 221 тысячи компаний у нас есть брендовые компании, а сколько компаний, так скажем, не брендовые. Давайте просто пролистаем и посмотрим. Хорошо, тут у нас есть Apple, Amazon, ServiceNow, Roku, Zillow, Microsoft. И в принципе пока что это все, ребята. Вот Adobe, General Electric Digital. Смотрите, я думаю, что порядка, наверное, 15% из вот только первого ряда – это брендовые компании. Остальные мы их просто не знаем. То есть на рынке очень много открытых проектов, которые еще, может быть, неизвестны, но в которых очень хорошие зарплаты. Давайте посмотрим на вторую страницу. Видите брендовые компании тут? Я пока не вижу. Вот Bank of America, MasterCard, увидел. Johnson & Johnson. Я бы сказал CVS, но это не супер прям огромная такая брендовая компания, просто у них вакансии во многих штатах. Ну, кстати, платят они довольно тоже хорошо. Остальные все компании, обратите внимание, это неизвестные компании. Очень много есть компаний на рынке, которые хотят нанять тестировщиков за хорошую зарплату, но просто они еще неизвестные. Теперь давайте посмотрим конкретно, сколько в каждой компании открытых вакансий. И, как всегда, начнем с компании Apple. В компании Apple на сегодняшний день требуется 305 тестировщиков. И самое интересное, ребят, помимо того, что компания крутая, и у них много вакансий, эти вакансии расположены во многих штатах. То есть вы можете оплавиться вот и в Болдере, Колорадо, и Купертино, Калифорния, и в Остине, и Техасе, и в Нью-Йорке. Очень много открытых вакансий. По зарплате вы сами видите. 141 тысяча, 162 тысячи долларов в год. И таких 13 страниц. Это только компания Apple. Теперь давайте посмотрим компанию Amazon. В компании Amazon на сегодняшний день открыто 1808 вакансий для тестировщиков по всей стране. И найм компания Amazon растет каждую неделю. На сегодняшний день мы имеем плюс 46 вакансий относительно на прошлой неделе. Очень много нанимают сейчас Sunnyvale. Если вы посмотрите, я сейчас прокручу немножко экран, вы посмотрите, сколько вакансий в Sunnyvale. Зарплата тоже, видите, 176 тысяч долларов в год. На этой неделе только на меня выходили два рекрутера, которые предлагали работать в ЛЭП-126. Это компания Amazon, у них есть такое подразделение. Вот видите, это все Sunnyvale. И очень хорошая зарплата. Но помимо Sunnyvale еще есть вакансии. Ребят, тут на самом деле 40 страниц только компания Amazon нанимает тестировщиков. Теперь давайте посмотрим компанию Facebook. И на сегодняшний день компанией Facebook 371 открытая вакансия для тестировщиков. И это на 15 вакансий больше, чем неделю назад. То есть компания Facebook не только активно нанимает, у них еще найм увеличивается каждую неделю. По зарплате у них тоже очень хорошая зарплата. По расположению вы сами видите. И в Калифорнии, и в Нью-Йорке, и в Юте. Много в каких штатах у них есть открытые вакансии. Не везде напечатаны зарплаты, но зарплата у них, поверьте мне, хорошая. Теперь давайте посмотрим компанию Walmart. В компании Walmart на сегодняшний день открыто 942 вакансии. И найм в компании Walmart сокращается каждую неделю. Эту тенденцию я вижу уже, наверное, недели три подряд. Когда технологичные компании все больше и больше нанимают сотрудников, а продуктовые компании, либо не такие технологичные компании, как вот компания Amazon или компания Facebook, они сокращают найм. То есть нетехнологичная сфера сейчас сужается. Хотя в компании Walmart тоже много где есть открытых вакансий по стране, и платят они тоже довольно хорошо. Теперь давайте посмотрим компанию Microsoft. В компании Microsoft на сегодняшний день 218 открытых вакансий. Но обратите внимание на описание. Тут как бы не везде прям про Ки, надо выбирать вакансии. Но вот здесь вот про Ки, если мы немножко пролистаем, видите, Architect Manager или Senior Silicon Verification Engineer. То есть нужно читать описание вакансий. Может быть, тут есть функции Ки, но может быть, просто как бы так опубликовал LinkedIn. Продуктовая компания Kroger, магазины у них есть по всей стране. И на сегодняшний день у них почти 2400 вакансий, 2396 открытых вакансий. Кстати, у них хорошее описание идет, это все, что относится к Ки и вакансии. И они очень хорошо платят. И расположены практически во всех штатах. То есть вы можете в своем штате начать работать во время пандемии из дома, а потом уже, когда пандемия закончится, если это будет гибридная работа, о которой я расскажу на этой неделе, вы увидите. Если это будет работа не из дома, вы можете ездить в офис прямо в своем штате. И в компании Kroger на сегодняшний день почти на 200 вакансий больше, чем неделю назад. Теперь давайте посмотрим компанию CVS. Тоже у них много магазинов по всей стране. У них сейчас есть 2240 вакансий для тестировщиков. У них, кстати, тоже очень хорошее описание, очень релевантное. И платят они довольно хорошо. По расположению почти во всех штатах есть вакансии. Опять-таки вы можете начать удаленно работать сейчас, но впоследствии продолжить работать в своем штате. И теперь давайте посмотрим на Clearing Jobs. Clearing Jobs – это работы, требующие доступ к секретности. И зачастую они требуют, чтобы у вас было либо грин-карт, либо гражданство. На сегодняшний день открыто более 3500 вакансий. 3588. По зарплате, ребят, от 150 тысяч долларов они платят. Вакансии есть по всей стране. Аппликантов практически нет. Вы видите? Ноль аппликантов, ноль аппликантов, ноль аппликантов. То есть у вас хороший шанс апплайдса получить работу. И контракты очень долгосрочные. Это даже не контракты, это фулл-тайм. Но я имею в виду, у них проекты долгосрочные. Вы можете переходить из проекта в проект. И в принципе всю свою технологичную жизнь работать на очень хорошую зарплату. Теперь давайте посмотрим на рынок России. На рынке России сейчас открыто 6635 вакансий. Средняя зарплата от 100 тысяч рублей. Доходит и до 400 тысяч рублей. Есть, конечно, вакансии, где вам предложат и 20, и 30 тысяч рублей. Но это на джуниорские вакансии. И таких не очень много. Вы очень быстро дорастете до нормальной зарплаты. По распределению по городам. В 140 городах, областях, районах, в очень многих городах есть открытые вакансии. Смотрите. Конечно, большинство в Москве, но распределение есть по всем городам. По зарплате. Смотрите, ребят. 250 тысяч рублей. Это Москва. И можно работать из дома. Санкт-Петербург. Джуниорки и инженер. Будете начинать от 65 тысяч рублей работать. И это в месяц все, ребят. Москва 140 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург 100 тысяч рублей в месяц. Москва. Можно работать из дома. Никто еще не оплавился. И даже можно без резюме. От 150 тысяч рублей в месяц. Москва 120 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург 3300 евро в месяц. Кейнженер Мэнл. Санкт-Петербург. Можно работать из дома. 150 тысяч рублей в месяц. Кейнженер Санкт-Петербург. Можно работать из дома. 1300 долларов в месяц. В Санкт-Петербург можно работать из дома от 100 тысяч рублей в месяц. Тестировщик в Москве 3200 долларов в месяц. Еще тестировщик в Москве можно работать из дома 200 тысяч рублей в месяц. Еще тестировщик в Москве от 140 тысяч рублей в месяц. В Самаре Q-инженер можно работать из дома 180 тысяч рублей в месяц. В Москве инженер по контролю качества ПО ну это Q-инженер, 150 тысяч рублей в месяц и еще один Q-инженер в Москве, 120 тысяч рублей в месяц. В общем, тенденцию, ребята, вы видите, какая зарплата и сколько работает. И это мы посмотрели по запросу тестер. Если мы посмотрим по запросу тестировщик ПО, еще 5243 вакансии. За последнюю неделю в России было опубликовано более 3000 вакансий, 3222 вакансии за неделю, с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, ребят, хочу обратить ваше внимание на одну вакансию, вот она вот здесь. Специалист по тестированию, от 150 тысяч рублей в месяц. И знаете, где это? Headhunter. То есть это сайт по поиску работы, и они тоже нанимают себе тестировщика. Мне стало интересно, я зашел на эту вакансию, действительно, карьера в Headhunter, вот пожалуйста, headhunter.ru. И специалист по тестированию, от 150 тысяч рублей в месяц. И они себе еще ищут главу департамента QA. То есть тут не написано зарплата, но я думаю, что там зарплата гораздо больше, чем 150 тысяч рублей в месяц. То есть даже такая компания, как Headhunter, она тоже нанимает себе тестировщиков. И вот их офис на заднем фоне, посмотрите, как вы будете работать. Также на сайте Jubil у нас еще 4569 открытых вакансий, и это в России. И на сайте Superjob еще 250 вакансий. Это как бы отдельный сайт, ребят, тут очень хорошие зарплаты бывают, и довольно уникальные вакансии. Я вам советую тоже посещать этот сайт. Теперь давайте посмотрим на рынок Украины. По версии Headhunter 436 открытых вакансий. Распределение по городам тоже есть. Много где есть, смотрите. По зарплате. Зарплата вот здесь. Junior Key Manual Engineer. То есть вообще это самый-самый начальный уровень Киэй. Еще никто не оплавился. Можно даже без резюме. И платят от 1000 долларов. Просто Киэй Инженер в Киеве. 1350 долларов в месяц. Automation Key Engineer. 4500 долларов в месяц. Key Elite. Можно работать из дома в Киеве. От 2000 долларов в месяц. Key Engineer в Киеве. 1500 долларов в месяц. Key Automation Engineer в Киеве. Можно работать из дома. За 4500 долларов в месяц. А также на сайте Jubal еще у нас почти 3500 открытых вакансий для Key Engineer. 3445 открытых вакансий. За неделю было опубликовано в Украине почти 1500 новых вакансий. 1496 вакансий. Теперь давайте посмотрим на рынок Белоруссии. Сейчас по версии Headhunter там открыто 544 вакансии. Распределение по городам тоже вы видите. В основном в Минске, но в других городах тоже есть. По зарплате. Key Engineer в Минске. Можно работать из дома. 3000 долларов в месяц. Key Engineer в Минске. 1800 долларов в месяц. Не везде есть зарплата написана, ребят. Но где-то порядка 2-2,5 тысяч долларов в месяц вы будете получать. И на сайте Jubal в Белоруссии еще 3024 открытые вакансии. Если посмотреть, сколько было опубликовано за последнюю неделю, это 1213 новых вакансий только за неделю было опубликовано на рынке Белоруссии. Теперь давайте посмотрим на рынок Казахстана. На сегодняшний день там 79 открытых вакансий. Распределение идет по многим городам. По зарплате 200 тысяч, 250 тысяч, до 500 тысяч, 450 тысяч, 850 тысяч. За последнюю неделю было опубликовано 41 новая вакансия. И рынок Узбекистана на сегодняшний день имеет 18 локальных вакансий. По зарплате 12 миллионов сумм, 1550 долларов в месяц. Ребят, 12 миллионов сумм это тоже в месяц, 800 долларов в месяц. Но я не уверен, что это о Q-инженер. Тестировщик мобильного устройства до продажи 6 миллионов сумм. Тестировщик MyTaxi 5 миллионов сумм. И за последнюю неделю было опубликовано 9 новых вакансий. Окей, ребят, мы посмотрели на рынок США, России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана. Тенденцию вы видите, где-то она просто стабильная. Но если мы говорим о рынке США, это просто взрывной рост. 221 тысяча новых вакансий, представляете? Большинство из них идет для джуниров, либо для ассоцией, для новых специалистов на рынке. Зарплата более 100 тысяч долларов в год. Встречается и более 200 тысяч долларов в год. Более 500 вакансий имеют более 200 тысяч долларов в год зарплату. Если вы работаете с мужем и женой, представляете, годовой доход на вашу семью какой будет хороший. Если мы посмотрим, сколько работ имеет менее 10 аппликантов, эта львиная доля открытых вакансий имеет менее 10 аппликантов. Или никто не подавался, или очень мало. То есть у вас хороший шанс заполнить эту нишу. Отучиться на киоинженера и начинайте работать в индустрии тестирования. Это реально очень легко, ребят. Вы можете этому научиться за 11 недель и получить хорошую профессию. Окей, был рад поделиться с вами этим новостями. Следите за видео на нашем канале. Мы каждую неделю опубликуем новые видео. Подписывайтесь, ссылка в описании. И до встречи. Всем пока.